О май гад! Мы занимались автоматической бьютификацией лица. Мы начали с того, что обучили ган. Нашли в этом гане направление, в этом пространстве, которое отвечает за красоту. И попытались избавиться от других факторов, как женственность или мужественность, или наличие очков, отсутствие очков и так далее. Сейчас на экране покажутся примеры данных, которые мы получили с помощью ган. Хорошо, пока не показывается, у нас есть уже готовый бот. Его можно протестировать. Можете зайти на Telegram, найти бота, который называется FaceTbot. Давайте так. Ладно. В общем, найдите бота, который называется FaceYbot. Сделайте фотографии. Желательная фотография должна быть фронтальной, ну и желательно хорошим свечением. Лучше всего наш алгоритм сейчас работает на женщинах. Мужчина может либо слабо изменить, либо просто немножко замазать, намылить результаты. Сейчас я бы хотел показать примеры, которые удачные просто. Сейчас там что-то не показывают. Очень странно. Так, что тут есть, если что-то. У нас сегодня как-то получится. Пока можно рассказать про команду. Да, у нас в команде двое. Я и еще один мой друг начали реализовывать мы буквально пару дней назад. И вот за эти пару дней мы обучили эту сетку XFX, которая выполняет преобразование исходного изображения по сетку XFX. Так, давай рекомендуем сами свою группу. Проект был произведен во время Пакатона. Да, проект был произведен во время Пакатона. Ну, у меня был уже обученный GAN, в принципе, поэтому, наверное, я бы дал его смартфону зрения, потому что мне пришлось обучать заново. Вот. Мы занимались тем, что... обучались FFX, FFX, собирали данные, находили эти направления в GAN. Вот. И дальнейшее наше развитие заключается в том, что мы хотим полученный результат встраивать обратную фотографию. То есть, наш конечный продукт выглядит так. Пользователь хочет выложить там фотку в стальной сети, которая в Instagram, но ему не нравятся там лица. Он не хочет высоко заборачиваться, там, с обработкой, там, что-то тюнить. Он хочет все это сделать быстро, автоматически. Вот. Он загружает просто, ну, в боты или в приложение, которое мы сделаем. То есть, фотографию, он автоматически находит лица, глистифицирует их как и оставляет обратно в изображение, и пользователь может уже дальше пользоваться изображением. Вот, ладно, в социальной сети. Примерно так. Собавнивали ли это вообще-то результат с другими приложениями? Мы смотрели несколько приложений в Facetune, но там как-то, на самом деле, лицо глистифицировалось. Ну, точнее, там была ручная настройка, ты можешь, типа, усудить тебе лицо, но при этом фон тоже как бы сформировался, что не совсем правильно. То есть, там не было как бы умной обработки, там была просто информация про станции изображения, что не очень хорошо, на самом деле. Потом мы смотрели FaceApp. Мы посмотрели и, на самом деле, не увидели особой разницы. То есть, мы увидели там, замылили лицо просто. И мы еще открыли FaceApp, но там этот фильтр, он приватный, то есть, ну, в Латвии вы можете его использовать. Но я знаю, что он там есть. Вот. Но наша цель немножко в том, чтобы именно там все лица на фотографии актурифицировать, и потом уже этот ключ можно включать автоматически. Вот. Сейчас показываются примеры, на чем мы обучались. То есть, с помощью Gana мы генерировали вот такие картинки. То есть, первое слева — это лицо просто рандомно генерированное Gana. Второе — это мы немножко его сдвинули в направлении красоты. Вот. Покажи еще там в начале фотки немножко. Ну ладно, в общем, тут в принципе понятно. Дальше мы… Дальше мы… Получили сейчас пупик ступикс, имеют эти пары. Сейчас я покажу примеры на такие более-менее тачки. Вот это девушка Сани. Ее очень понравилось, кстати. Дальше. Ну, просто кто-то там тоже из знакомых. Вот. Это тоже. В общем, девушкам нравится. Мужчинам, в общем-то, пока нет. Но мы… Да. Кстати, старик, он немножко омолаживает. И, в принципе, результаты им тоже нравятся. Вот. Все. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Если у жюри есть вопросы, задавайте, пожалуйста, вопросы. А как же это? А как же это? Сейчас всего лишь 28-28, но только потому, что у нас было очень много времени. То есть, сетка обучается несколько дней. Поэтому пока только такое маленькое расширение. Но ничего не ограничивает нас сделать это побольше. Вот. Я думаю, в принципе, достаточно будет размера 26 или 512, чтобы обрабатывать фотки, которые заливаются в Инстаграм. Это на мобильном? Сейчас это просто телеграм-фотки. А вообще у нас сервер, на котором все это считается. Будет совпадеть с возможностью? И будет равноважение? Скорее всего, да. То есть, ну, там я знаю, что сейчас не очень просто передать сетки, там, ну, мобильного взрослого, но эта тема развивается. Вот. И я знаю, что сейчас есть проблемы. Вот. Но я на самом деле этим не занимался. Вот. Но я думаю, что это вполне реально. Уверен, что в пару месяцев там будет вообще все гладенько, и, может быть, здесь проблемы будут играть. Спасибо. Ну, колебаться за сцену. Абсолютно заслуженно. Абва. Циклируй.